Ребятки, всем здравствуйте! С вами Расхититель Помойки. И Андроид. Сегодня необычный формат, у меня таких видосов еще не было. Мне один мой друг дал мне вот такой вот ключ от гаража, который он недавно купил. Зрителям не полно. Бывший владелец этого гаража дедушка, которому 82 года. И он его ему продал, за сколько не знаю. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. В общем, этот дедушка, жив он или нет, вот эта мне информация не поступала. Но его здесь не было в этом гараже лет 5. Что внутри этого гаража, непонятно. Поэтому мы, собственно, это видео и снимаем. Это вообще кот в мешке, сундук Пандоры. Неизвестно, что внутри. Сейчас мы будем чистить снег, скрывать этот гараж, которым не было лет 5 никого. И смотреть его содержимое. Обязательно поддержите этот видос Лукасом. Также напишите в комментариях, как вы думаете, что внутри этого гаража. И, конечно же, для тех, кто смотрит мой видос через VPN, для вас отдельное место в раю. Потому что монетизацию отключили целиком и полностью, ребятки. Наступили тяжелые времена. Я не хочу идти на завод, ребята. Вообще не хочу. Поэтому жду вашей поддержки. И на нее рассчитываю. Со мной сегодня... Димасик, мы вместе будем вскрывать этот гараж. ВД-шку мы не взяли, но мы сейчас попытаемся просто открыть замок. Надеюсь, он вообще откроется. На улице весенняя копель. О! Не, он вскрывается. Только... О! Вы посмотрите на него. Какой он ржавый, зарыганный весь. В какой-то мазуте. Ну, короче, видно по замку, что этот гараж вообще не открывали. Даже вот пыль из него выходит. Он пылится, ребят. Пыль выходит из него. Но в целом замок еще живой. Хорошо, что он вообще не заржавел. Так. Кладываю его куда-нибудь. Наверх. Он там намокнет. Ладно, сюда положу. Так, давай лопаты. Давай мне лопату одну. Одну, одну, одну. Так, беру лопату. Да я сам, Дим, тут по сути делов-то. Да давай, отчего-то начну. Да не надо, мы не будем воротины пока. Вы можете посмотреть по снегу, что тут никого не было. Мне ключи дали дня три назад. Тут вообще гора была снега, он уже подрастаял. Короче, ребят, не думайте, что там что-то. Я там 10 лет назад сюда положил. Все так получилось неожиданно. Сейчас попытаюсь это все расчистить. И для начала открыть эту калитку. Ну, в принципе, тут немного снега. Ребят, дверь не открывается. Походу, там еще один замок. Ну да, на ключе еще один ключ. Вот этот ключ должен сюда вставляться и, по идее, открывать еще один замок. Он не проворачивается. Это, как знаешь, в старых подъездах ключ. Его толкаешь, и он должен отодвигать замочную эту защелку. Слушай, тут, походу, смазочка понадобится. Есть у нас смазочка? Дюрекс, Контекс, с помоечки. Тогда ВД-шка нужна. Он не открывается нифига. Сейчас я смазку попрошу у человека вот тут вот рядом. Там, наверное, он просто, ну, смазка старая засохла, и он не хочет двигаться. Его нужно смазывать. А у вас нет смазки или ВД-шки? Нет. Что-нибудь такое? Там второй замок, он не открывается. Да я могу болгарку дать. Все, ВД-шечка есть, ребятки. Представим, что я вставляю кое-что в задний проход. Надо смазать ключик для начала. И запшикать туда в дырочку аккуратненько. Аккуратненько. Вот так. О, капец, тут можно даже голову мыть, так капает, блин. Так, ну что, буду пробовать. О, вроде заходит. Да-да-да-да, заходит. Дверь открывается, братва. А ну-ка. Как будто вообще пустота. Эхо такое жесткое. Ну что, вы готовы? Так, я не хочу это смотреть. Дим, ты тоже отвернись. Давай пусть Филипп сперва зайдет, покажет всем, что там. А мы пока не будем смотреть. Филипп, иди снимай, что там внутри. Ты тоже не смотри. Просто это, чтобы было неожиданно. И ты там тоже, Филипп, не говори, что там. Просто скажи, плохо все или хорошо, Филипп? Что? Очень и очень. Очень и очень хорошо? Да. Ёб твою мать. Да он вообще пустой. Где фонарик? Заходи. Там вообще слишь бы гуля. Короче, ребят, эпик фейл. Гараж оказался пустой. К сожалению, дедушка не был плюшкиным и ничего в гараж не тащил. В гараже нифига нет. Ну, давайте хоть осмотрим то, что здесь есть. Может, тут хоть что-то ценное есть. В принципе, тут вот какие-то коробки находятся. Посмотрим, что в них. Может, здесь даже есть какое-то оружие. Ну, в первую очередь, видимо, такой советский старый алюминиевый насос. Вообще топовый. Это надежная вещь, офигенная штука. Так, дальше. Ну, видимо, дедушка тут реально машину хранил. Это дворники для автомобиля. Какие-то резиновые патрубки. О, какая-то коробка деревянная. Но, к сожалению, пустая. О, амортизаторы. Какой-то амортизатор для стойки, наверное. Амортизатор новый. Так, ну, все в пыли. Вот прям видно, да, что тут сто лет никого не было. Тормоза барабанные для машины новые вообще. По идее, это тоже можно продать. Запчасти, блин, вот. Новые вообще тормоза. Ну, и тут куча всяких запчастей. Это все понятно. Что тут еще есть? Вот какое-то масло. ЗИК А+, косолины. Семикетчик какой-то там. Оно даже дно уже поржавело. Косолины там, ЗИК какой-то. Не знаю, наверное, моторное масло. О, Данкрат. Сумочки. Данкрат обычный, дешевый. Стоковый, короче, Данкрат. Ничего особенного. Дешевый Данкрат обычный. Дим, съебни. Так, а это алюминиевая. Это, канистра. Вся гнутая, кривая, косая. Метла, швабра. Сука. А тут чего? Тоже какие-то огнетушитель. Тряпки. Да и все тут. Бутылки, веревки. Короче, братва, я расстроен. Но, что могу сказать. Я надеюсь, мы тут когда-нибудь найдем такой гаражик. Если вам понравился данный формат, прожимайте лайк. Облом капитальный. Это сущая боль. Я ожидал, что здесь будет майбах какой-то еще советский, старый. Я думал, тут куча старой будет электроники. Но по факту оказался голяк. Мы уходим с плохим настроением отсюда. А вы прибодрите лайком и напишите, как вам такая рубрика. Я постараюсь законнектиться с многими ребятами из этих гаражей. Может, еще пару гаражиков получится снять, где неизвестно, что находится. Я думаю, это очень крутой контент. Вы все держитесь. Всем хорошего настроения. Помойка кормит ребят. Но сейчас уже не так хорошо, как раньше.